МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдающийся ученый, заместитель главного конструктора ядерного центра, доктор технических наук. Это далеко не полный перечень званий Юрия Ивановича Файкова, который отмечает 80-летний юбилей. Его вклад в развитие и становление оборонно-промышленного комплекса страны отмечен Орденом Почета, Ленинской премией, Государственной премией правительства Российской Федерации. Юбиляры поздравили руководство ядерного центра города, а также коллеги и соратники. Подробности далее. Пережив детские годы войну, потерю близких, голод и разруху после военных лет, Юрий Иванович Файков посвятил свою жизнь укреплению обороноспособности своей Родины. Созданию вооружения, равному которому не было в мире, чтобы больше никто и никогда не смог нарушить границы и посягнуть на суверенитет страны. У меня все родственники, мужчины погибли на войне. И поэтому, чтобы этого не было, чтобы этого не было, я считаю, что моя работа на месте востребована и будет востребована. Выдающийся конструктор, ученый, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Это все один человек – Юрий Иванович Файков. 80 лет – не просто круглая дата. Юрий Иванович встречает ее на боевом посту, продолжая работу по укреплению ядерного щита нашей страны. Директор ядерного центра вручил юбиляру почетные грамоты от губернатора Нижегородской области и Российского федерального ядерного центра в НИЕФ. От имени генерального директора госкорпорации «Росатом» Юрия Ивановича наградили знаком отличия Академии Курчата в первой степени. Цветы, подарки и теплые слова поздравлений высказали соратники, коллеги, а также представители городской думы и администрации. И сегодня мы поздравляем Юрия Ивановича и говорим ему слова благодарности за его жизненный путь, за его твердую позицию, за его неустанную работу сегодня и завтра по защите нашего Отечества. Пройдя школу знаменитых ученых Самвела Кочарянца Юлии Харитона, занимаясь научной деятельностью под их руководством, он создал свой собственный стиль работы, который приносит высокие результаты. Он сегодня и сам уже по праву является основателем школы, школы имени Ифайкова. Те результаты, блестящие результаты, которые были получены при его непосредственном участии, те результаты работ, которые были получены под его руководством, они сегодня составляют и основу, и гордость наших ядерных и стратегических сил. Соратники, коллеги, ученики отметили не только важнейшие для страны достижения Юрия Ивановича, но и от души поблагодарили его за пристальное внимание к молодым сотрудникам, отзывчивость и участие. Мы вас благодарим за ту кропотливую работу с нами, за науку, которую вы нам дали в виде повседневной с вами работы, вашей доступности и вашей готовности обсуждать наши, может быть, сырые идеи и доводить их до конца. Здоровья вам, благополучия семье. Большое спасибо, Юрий Иванович. Радзелькаев, рассказывая о совместной работе с Юрием Ивановичем, отметил его уникальную способность добиваться поставленной цели, несмотря ни на какие преграды. Под его руководством коллектив стал безусловным научно-техническим лидером атомной отрасли. С любыми директорами он спорил и требовал, чтобы экспериментальная база КБ-2 была в полном порядке. Даже в самые трудные 90-е годы он это требовал и добивался этого. На торжественном заседании научно-технического совета юбиляра поздравили руководители РФИАЦ ВНИЕФ, коллеги из предприятий Смежников. Были зачитаны поздравительные телеграммы и адреса от правительства Российской Федерации и руководства Госкорпорации Росатом. Но кроме официальных лиц юбиляра поздравили его школьные друзья, однокурсники и сослуживцы, с которыми он бок о бок проработал более 50 лет. Юрий Иванович, по-моему, из всех великих людей, которые с рождения призваны вести людей, за ним коллектив горой стоит. Главное, он знает четко задачу, ставит задачу, умеет организовать людей и на своем собственном примере работать до изнеможения. В завершении торжественного мероприятия гости громкими продолжительными аплодисментами благодарили юбиляра за его неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Что такое гибридная война? Какие есть методы информационного и кибернетического воздействия? Об этом и многом другом рассказали старшеклассникам сотрудники специального научно-исследовательского отдела ядерного центра. В рамках проекта «Профтренд» в Дворце детского творчества ребятам разъяснили способы воздействия на сознание, методы скрытых операций и враждебных действий в соцсетях. Ядерный центр в НЕФ не первый год принимает участие в реализации общегородского проекта «Профтренд», главной задачей которого – дать школьникам среднего и старшего звена понимание той или иной профессии и рассказать о нюансах рабочих специальностей. В этот раз встреча в актовом зале Дворца детского творчества носила больше просветительский и при этом очень серьезный характер. Сотрудники РФИАЦ ВНЕФ, которые отвечают за гибербезопасность, на наглядных примерах показали и рассказали школьникам о скрытых угрозах глобальной сети, о том, как с помощью технологий могут быть организованы массовые беспорядки, как управляют молодежью в стране и ведется тотальная слежка. Активно дети начинают пользоваться смартфонами и всеми электронными гаджетами уже с 10-11 лет. Сейчас идет очень интенсивное омоложение пользователей, поэтому надо с самого начала уже заложить в человеке ту меру предупредительную, которую не позволит, чтобы им кто-то манипулировал извне. Главная мысль, которую пытались донести спикеры во время встречи, предупрежден, значит, вооружен. По словам Сергея Ивлеева, начальника специально-научно-исследовательского отдела РФИАЦ ВНЕФ, современные технологии позволяют вести тотальную слежку за каждым человеком через его мобильный телефон и другие гаджеты, даже на территории закрытого города. Вот 100% наших IP-адресов, вот куда бы вы ни зашли, там, в фильмы вы скачиваете, со своими сверстниками общаетесь, вся эта информация однозначно уходит в те центры, вот о которых Евгений Антонович рассказывал. Алексей Акинкин, как и подавляющее большинство его сверстников, с удовольствием пользуется благами цифрового общества. Ищет информацию для учебы в популярных поисковиках, смотрит фильмы и слушает музыку онлайн. О слежке за собой не задумывался, но после лекции задался вопросом, и как же теперь быть? Получил короткий ответ, жить с этим знанием дальше и сделал правильные выводы. Скажем так, немножко расширю кругозор, буду более осторожен. То есть, так сказать, ничего изменить-то не получится, закрыться там, купить кнопочный телефон, но хотя бы буду по большей мере обращать внимание на такие мелкие детали. Рассказывая об опасности, которые несут в себе технологии устройства массовых акций протеста, просто и на понятном молодежи языке, сотрудники службы безопасности ядерного центра ФИАЦ ВНЕФ привели пример, как организовываются подобные мероприятия с помощью современных мессенджеров и групп в популярных социальных сетях. Вася, приходи, мы там, и подпись Ваня. Потусал? Да, вроде Ванька, да. На самом деле, СМС приходит из Соединенных Штатов Америки, сервера, который контролирует того или иного провайдера. Поэтому, ребята, с вами могут разговаривать люди, прям человеческим голосом, а на самом деле это вот. По мнению организаторов, проводить подобные встречи необходимо, даже если хотя бы 10 или 15 процентов присутствующих школьников усвоят основу безопасного нахождения в сети, это уже победа. Я вот видел свою задачу хотя бы вызвать интерес к этой проблематике. А если тут наиболее активные ребята были, они самостоятельно потом до всего докопаются. Да, может быть, это и страшно, что вот так вот все за всеми следят. Ну, страшного ничего нет, если ты понимаешь, что это есть, ты понимаешь, чем это может обернуться. В век цифровых технологий, когда личная жизнь перестала быть личной, лучший способ оставаться незамеченным – это не прятаться, не совершать поступков граничащих с нарушением закона и не принимать подозрительных предложений от незнакомых лиц. Как подчеркивают специалисты по кибербезопасности, скрываются только те, кому есть что скрывать. Теплое, насыщенное звучание, которое напоминает мелодию пастушьей дудочки и низкое, чуть с хрипотцой, звуки фагота. В Доме ученых в рамках проекта «Филармония для детей» состоялся концерт «Триокон-анима. Духовное братство». Два необычных музыкальных инструмента в сопровождении фортепиано помогли юным ценителям классической музыки увидеть знакомые произведения в новом свете. В Доме ученых вновь зазвучала классическая музыка. Творческий вечер для сотрудников «Форфяц» в НЕФ устроили участники московского «Триокон-анима». Фортепиано, гобой и фагот – совместные и сольные произведения. По словам московских гостей, с такой домашней теплотой их давно не встречали. Отыграв один концерт, музыканты готовились к следующему дню. Проект «Филармония для детей» появился в Доме ученых более 15 лет назад. Проводился он нерегулярно и только по предложению артистов, которые приезжали с гастролями в наш город. По инициативе Светланы Прохоровой, специалисты Дома ученых, цикл классических концертов для детей стал постоянным. А в гости к юным ценителям классической музыки стали приезжать творческие коллективы со всей России. Постепенно стала предлагать артистам, которые к нам приезжают, сделать еще что-нибудь для детей. И сейчас у меня уже как правило, если я с кем-то договариваюсь, я сразу спрашиваю, а есть ли у вас что-нибудь для детской филармонии. По мнению Светланы Прохоровой, дети могут воспринимать любую информацию. И если прививать мальчишкам и девчонкам интерес к классической музыке с раннего возраста, в будущем общество получит достойных людей с отличным музыкальным вкусом. Ребята настроены на то, чтобы все эти удивительные инструменты разбирать, собирать, приглашать детей на сцену и показывать им диаметрально противоположные возможности этих инструментов. Ольга Бер и трио в Сарое впервые. Самой интересной поездкой до прибытия в наш город женщина считала концерт в Чите. Там трио Конанима выступала в рамках Большого музыкального фестиваля. Сравнивая эти две поездки, Ольга Бер с теплотой отмечает, что саровские зрители одни из самых благодарных. Очень приветливая публика, внимательная. Я вчера почувствовала такое очень хорошее взаимодействие. Потому что поскольку мы не только играем, но я всегда веду концерты. То есть я рассказываю произведения, вчера это также было. И это очень важно. Это очень помогает, когда публика вовлечена в процессы. Вот я вчера почувствовала это вовлечение, это очень нам помогало. Музыкальный репертуар коллектива – это широчайший спектр произведений от старинной барочной сонаты до современных произведений композиторов 20 века. Изюминкой коллектива Конанима стал духовой инструмент фагот. Услышать его чаще всего можно в больших оркестрах. Как элемент малых коллективов фагот – явление редкое и уникальное. Для детей Ольга Бер подготовила особенную программу. Наша главная цель – максимально ярко, конкретно, понятно, коротко и интересно детям рассказать об этих инструментах. То есть мы будем показывать, из чего они состоят, как собираются, разбираются. Более того, мы планируем провести небольшую викторину. Да, у нас даже есть специальные призы. И, конечно, обязательно будем иллюстрировать музыкой, опять же, в разных составах. Фагот как инструмент для изучения Нина Руженицкая выбрала спонтанно. Попробовать сыграть на инструменте ей предложили друзья из духового училища. И вот уже много лет фагот – верный спутник Нины на концертах. Сольные партии для музыканта, который играет в оркестре, всегда большая ответственность. У фагота, по мнению девушки, получаются самые удивительные соло. Инструмент настолько разносторонний, что способен менять тембр, не теряя насыщенности и глубины звука. Фагот позволяет играть практически любую музыку, вплоть до джаза. Сама Нина Руженицкая предпочитает играть барочные композиции. Опять же, потому что у него много возможностей в барочное время и в качестве баса-контину, и в качестве сольного инструмента. Музыкальная викторина, организованная гостями из Москвы, пришлась по душе и детям, и взрослым. Со сцены звучали известные и не очень композиции, короткие и длинные отрывки. Ребята почти без ошибок отгадывали сыгранные фрагменты. Вообще, главная цель, на мой взгляд, работы с детьми – это интерес. Интерес на первом, на втором, на третьем месте. И только на интересе можно дальше уже, чтобы ребенок захотел более подробно приобщиться. Наша задача – вызвать у детей интерес к нашим инструментам, к этой музыке, к различным стилям и вообще вот к этой ситуации. Следующая встреча в рамках филармонии для детей пройдет в Доме ученых 9 декабря. Это будут сказки «Северного ветра» по музыкальным произведениям Эдварда Григо. А в январские праздники со сцены покажут зимние сказки Мумидола. Они наверняка придутся по душе и детям, и их родителям. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова